Следующая песня, как я понимаю, тоже из разряда «Случайно». Ежели бы много лет назад на свете не появился маленький мальчик, по-моему, Поль его зовут, по фамилии Дюкан, который... я слышу уже, да, я слышу воркующие женские тренинги, идут женские смехи. Конечно, конечно, да. Он жил, 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 потом вырос, придумал, как задурить весь мир, так и задурил его. И начали худеть по Дюкану и мужчины, и женщины. По-моему, сейчас до животных он уже добирается. Мне, знаете, вот я говорю, в случае, который меня сподвиг, к жене пришли и подруги, такой девичник, они сели, я урчаю, говорю, присвоился с краешку вожделенно глядя на бутылку водки, потому что, ну да, мы, честно, их возьмем. А я? И вот даже по-первых, не успели налить, они уже по три литра воды каждая. Я говорю, а что эти девочки, водяка, что ли у вас? Говорит, что не понимаешь? Дюкан, дюкан, дюкан. Я вчитался. Мне понравилось. Значит, чтобы похудеть, надо больше пить. Как же не сказано чего. И кушать в отрубе. Ну, самая наша еда. Какие нахрен ценцы? Мы пьем и отругами закусываем. Все, мы не победим. Мы, смотри, тройные такие ходим. Я начал думать над этим, потом я стал углубляться в дюкан. Значит, еще книга появилась, 60 дней с дюканом. Я 60 дней спал за дюканом, вообще под подушку у меня лежал. Я питался, флюидами напитывался. Интересное слово в сочетании. Эффект йо-йо. Я-то думал, что это чисто наше. Ю. Это степень высочайшего удивления по нашему. Эффект йо-йо – это быстрый набор веса после кратковременной его потери. Человек день худел, на ночь съел батон с майонезом. Вдоль, утром посмотрел, сказал бы, Ю-о-о-о, а что это? Вчера дюкан, вот такая же селедия. Мне понравился этот дюкан. Я думаю, ну, какую-то свою надо разработать, Юля. Народ у нас падок. Ой, падок. Сгрол это падок на все. И написалась такая песня про дюкана. Николаевич говорит, по-моему, в ля. По-моему, тоже. На диске обязательно послушайте. Там Евгений Николаевич просто изгалился над дюканом. Он написал такие хоры, там подголоски, там. Дюкан, кто такой? Ну, это в музыкальном плане, такое музыкальное жертвоприношение, конечно, Владимир Смирнович и Высоцкий. А я тут как-то учудила. Я, кстати, был тогда небел. Сказала, знаешь, что чудила, но и делал теперь дюкан. Мне жить с тобою ни с руки, ты не влезаешь в ползунки, Которые носил не слепку. И, ох, эх, я ей сказал, какого хрена? Иди, ищи себе масла. Она сказала, непременно. И ла-ла-ла, и бла-бла-бла. Короче, господи, прости, мне мозг проели на кости, И горликом осталось с ней, я стал ходить. Меня кормили отрубями. А если я их плохо ел, Она уйти грозилась к маме. О, как я этого хотел. Я днем худел, как Маркин Котт, а ночью все наоборот. Поскольку ночью брал свое, эффект Ю-Йорк. Я через месяц обессилю. Забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий В сквознях под омпутом носил. Сказал себе я, задний ход на помощь, надо звать народ. И я вернулся в Экипаж, в родной гараж. Мы в мамку, я ее поделкану. С утра стакан, в обед стакан. Под вечер врежешь два стакана. И сразу похрен тот дюкан. Жить стало сразу веселее, Чтоб похудеть, побольше пить. И мы дюканем до утра. Ура, 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 ура. Так что, я думаю, надо мне... Не у кого нет прямого выхода на дюкан? Не общались так вот? Глаза в глаза. Надо бы мне с ним... Может, он включит издание, знаете, 58-е. Как-то съедобные грибы России, издание 3-е. Исправленные. Исправленные дополненные. Черные обложки. 60 дни стекан, плюс песни.